Девушки отдыхают Шпионы, агенты, осведомители. Эти слова как-то вкратчиво проникли и закрепились в бытовом лексиконе нескольких поколений людей эпохи Холодной войны. На несколько десятилетий они стали отражением самой жизни, пугая и маня одновременно. Пугая, потому что внутренние репрессии тайных полиций, поиски ведьм влекли реальные, а не мифические жертвы. Люди лишались карьеры, благополучия, доброй репутации, свободы, а иногда и жизни. Маня, потому что необычайно развелась та часть массовой литературы, что романтизировала тайного агента, создав из него образ героя. Однако правдоподобие в этом виде развлекательного жанра было не больше, чем подлинной жизни в сказке. Появился особый сорт шпионских комедий, где своих противников высмеивали, показывая дебилами или очень похожими на нацистов. Реальность оказалась и проще, и страшнее. Спецслужбы Соединенных Штатов и Советского Союза вели подлинные тайные войны, которые были самой свирепой и непримиримой частью Холодной войны. В свою и довольно значимую роль сыграли в ней так называемые «младшие партнеры». С советской стороны роль Второго тайного фронта играли спецслужбы стран Варшавского договора. На стороне Советского Союза в 40-е и 50-е годы стали появляться помощники в лице молодых разведслужб социалистических соц. стран. В течение достаточно длительного времени они требовали от Советского Союза дополнительной технической, кадровой иной помощи. Но в 60-е годы многие из этих служб стали достаточно развитыми и вышли на международную арену наравне со службами самого Советского Союза. В этом ряду можно отметить такие службы, как служба Германской Демократической Республики, Чехословакия, Болгария, в меньшей степени Венгрия и Польша. Быстрее всех других младших партнеров КГБ набрала силу восточно-германская разведка. Появившись сразу после создания ГДР под видом Института экономических исследований, она очень скоро заявила себя полноценным союзником разведки Советского Союза. Позже ведомство получило другое название – Главное управление разведки и организационно вошло в состав штазии или Министерства госбезопасности Восточной Германии. Разведка была сравнительно небольшой частью Министерства госбезопасности ГДР, которое само по себе пользовалось зловещей репутацией. Контроль за умонастроениями людей, в первую очередь интеллигенцией, диссидентами, пресечением побегов через знаменитую Берлинскую стену – это все было МГБ ГДР. На этом фоне разведка смотрелась почти чистым искусством, хотя и в ее тайных программах были такие проекты, которые оберегались с предельной секретностью, в частности подготовка палестинских боевиков. Но это направление было не главным – разведка ГДР имела высокую профессиональную репутацию. Разведка ГДР особенно выделялась из всего перечень служб стран Восточного Блока. Ее по праву можно поставить в один ряд с такими известными службами, как КГБ СССР, Центральное разведуправление США, МОСАД, Государство Израиль, Интеллижный сервис Великобритании. Интересно отметить тот факт, что более 20 лет так называемые сети Центрального разведывательного управления, которые были созданы на территории ГДР, оказались полностью дозавуированными. Подавляющее большинство агентов были перевербованы и проводили работу в пользу своей собственной страны, став агентами-двойниками. Их информация по отдельным проблемам имела настолько большое значение, что получала высочайшую оценку на государственном уровне. Мы также старались помогать им, чем могли, но все-таки многие вопросы решали только мы в области экономики. И поэтому, друзья, не каждая информация наша могли освоить. А свои они довольно-таки щедро делились. В этом плане большую роль играл, конечно, лично Маркус Вольф, начальник разведки Германска, который был во главе ее почти больше 30 лет. Да, он достаточно компетентный человек, интеллектуально богатый, личность такая известная. Вот, и мы его заслуги высоко оценили. Здесь территория, последняя территория бывшего Министерства госбезопасности ГДР. По истории было много этапов. Первоначально один флигель только был здесь, а другие подразделения, в том числе и разведка, была размещена в разных местах города. Некоторое время она была, вот тогда это была новостройка, эти пять этажей или шесть, разведка находилась там. А после уже, когда места не хватало, был построен этот комплекс. Вот этот первый флигель нового здания, тот, который виднеется сзади, еще поперечный корпус. Корпус – это основные подразделения разведки находились здесь до апреля 90-го года, когда разведка была распущена официально уже. Маркус Вольф ушел из жизни в ноябре 2006-го, когда ему шел 84-й год, и остался в истории как легендарная личность. Сын немецкого писателя-антифашиста, семья которого под угрозой антисемитских преследований нацистов была вынуждена покинуть Германию. Человек, выросший в довоенной Москве на Арбате, и любивший, когда близкие называли его по-русски – Мишей. Журналист, освещавший нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками. Дипломат. Человек в 30 с небольшим ставший начальником разведки ГТР. История распорядилась так, что Вольфу, с его ярко выраженной ненавистью к нацизму, противостоял как раз нацист – бывший генерал Вермахта Геллен. Этот специалист по операциям контрразведки на Восточном фронте летом 46-го с одобрения американцев возглавил первую спецслужбу Западной Германии. Большинство из ее сотрудников работали под началом Геллена во время войны и были офицерами Абвера. Сам же Маркус Вольф долгое время был вообще неизвестен своим противникам. И несколько лет западная пресса называла босса разведки коммунистической Германии «человеком без лица». Его агенты сумели проникнуть в святая святых НАТО, в ближний круг ведущих политиков ФРГ. Одной из эффективных и отчасти скандальных тем в западных СМИ стала так называемая тема «агентура любви», который активно практиковался германской разведкой. Известно, что один из первых так называемых «Ромео» под оперативным псевдонимом «Феликс» еще в 1952 году был внедрен в окружение первого президента Западной Германии Аденаура через одну из его секретарш. Считается, что одна из оперативных идей, которая была эффективно реализована Маркусом Вольфом, включала в себя так называемые специальные методы подготовки, так называемых «Ромео», которые разрабатывал Вольф самостоятельно. Мы никогда не пользовались таким условным термином. Нет, это, конечно, не мое изобретение. Сколько вообще истории разведки можно проследить до конца, включая даже то, что описано в Библии, это все время играло роль. Мы вначале, когда мы еще ничего не имели на Западе, посылали молодых ребят на Запад для того, чтобы устанавливать какие-то контакты к интересующим нас объектам. Я описываю тоже в своих воспоминаниях вот самый первый случай, которому я был сам причастен, когда я послал одного уже почти закончившего высшее образование парня, у нас у него была кличка Франц, чтобы посмотреть, как подобраться к ведомству канцлера. Мы о ведомстве канцлера ничего не знали. Ну вот он встал возле близкой автобусной остановки и стал ждать, кто выходит. Получилось так, что у него завязался контакт к одной из служащих ведомства канцлера. Ее не удалось завербовать, но через этот контакт мы получили первые данные, список телефонов и так далее о ведомстве канцлера. Вот, можно сказать, это было первое дело Ромео, которому я был причастен. Дело оказалось столь результативным, что молодых мужчин-агентов Вольфа, которые выполняли в ФРГ различные задания, становилось все больше и больше. Но их работа с женщинами Запада не всегда была лишь выполнением служебных обязанностей. Зачастую удавалось совместить приятное и полезное. Но им говорили, не всем, но некоторым говорили, если тебе нужна уже женщина, ну не подбирай любую парикмахершу или водительницу автобуса, посмотри какую-нибудь хорошую, грамотную секретаршу. И так это вот по опыту получилось, а это дает серьезный эффект. Самым интересным и важным источником из всех женщин, завербованных на Западе, для службы Маркуса Вольфа оказалась Габриэла Гаст. В поле зрения разведки ГДР она попала еще студенткой, когда готовила свою научную работу о роли женщин в Германской Демократической Республике. В поиске, значит, материала она приезжала в ГДР и в одной из окружных наших управлений стали обращать на нее внимание. А так как мы искали, женщин тоже подвели к ней молодого работника, там установились личные отношения, так что можно иногда приводить ее уже как пример так называемых дел Ромеок. Но надо сказать, что эти отношения очень быстро перешли на сознательное политическое сотрудничество. Надо сказать, что Габриэля Гаст и по сей день, она написала книгу тоже об этом, выступает за то, что она делала правильное дело в то время, когда она вышла, ну, можно сказать, тоже в самые для нас интересные места западно-немецкой разведки, БНД. Это даже не было запланировано нами, мы наметили ее больше как перспективу, МИДовскую перспективу с учетом ее образования. Но условия сложились так, что вдруг открылась эта возможность, и мы, конечно, за нее ухватились. Здесь, надо сказать, она стала очень целенаправленно, с большим умом и с большими аналитическими способностями использовать эту возможность быть в центре западно-немецкой разведки. И она нам давала ценнейшую информацию, и сделала там карьеру, которая и говорит о ее способностях, а некоторое время она даже разрабатывала аналитические сводки для федерального канцлера и докладывала об этом. Западные эксперты не раз утверждали, что шпионы ГДР смогли добыть такое количество натовских секретов и передать их советскому блоку, что в случае войны между Востоком и Западом в Европе эти сведения сыграли бы решающую роль. В доказательство приводят историю и достижения супершпиона ГДР Райнера Рупа. Его завербовали еще в студенческую пору в 68-м году. Это было время бунтарства европейской молодежи левых убеждений. Волнения и стычки с полицией прокатились тогда по многим городам Западной Европы. Левая молодежь выступала против установившихся порядков, против образа жизни и взглядов старшего поколения, наконец, против войны во Вьетнаме. Я был молодым человеком и убежденным марксистом. Мне хотелось что-то сделать, чтобы изменить этот мир. Я всегда не хотел жить двойной жизнью. Когда вы молоды, вы хотите громко провозглашать то, что считаете истиной. Один из наших вербовщиков, посланных из ГДР, специально для установления контактов среди студенческой молодежи, сумел на него выйти до того, как он себя скомпрометировал перед полицией, убедить его, что для дела мира и против американской политики, тогда эта война в Вьетнаме вызывала волну протестов тоже. Можно действовать иначе. И вот сумел его повести по тем следам, которые нас интересовали. То есть он закончил свою учебу уже по специальности, которая могла предоставить интерес для правительственных организаций. И получилось так, что он сумел выйти в НАТО, а там уже сделать карьеру такую, которая вывела его на очень интересный для нас и важный пост. Райнер Руб, получивший оперативный псевдоним ТАПАС, выиграл конкурс на вакансию экономиста в аппарате НАТО. Благодаря способностям он быстро продвинулся вверх по карьерной лестнице. Через несколько лет Райнер Руб уже был в аппарате НАТО частью системы принятия решений. Он знал, что НАТО планирует и что не планирует. За 12 лет, с 1977 по 1989, ТАПАС переправил в центр примерно 10 тысяч совершенно секретных документов по военным, политическим и экономическим вопросам. Документ он обычно снимал на портативный фотоаппарат. Большинство фотографий я делал прямо в своем офисе на рабочем месте, при открытой двери. Разработал для этого особый прием. Вот мой стол, а перед ним металлическая крышка. Рядом стоял другой стол для книг и так далее. Когда вы изучаете документы, они обычно разложены на столе. Я открывал внешнюю дверь в свой офис, а сам сидел за внутренней дверью внутри помещения. Если кто-то заходил, он должен был постучаться именно в эту дверь. Это давало мне несколько секунд, чтобы успеть спрятать камеру в карман пиджака. Вошедший уже видел меня сидящим у своего стола за работой. У каждого охотника, причем неважно какой специализации, за львами или за чужими секретами, как правило, всегда бывает высшее личное достижение, своего рода супер-трофей. Был он и у Топаза. С определенного момента в его руки стал попадать самый закрытый документ НАТО. Это ежеводный доклад для высших политиков и военных иерархов Запада под кодовым названием MC-161. В Брюсселе он имел предельную степень секретности – гриб «Космик». Я никогда не говорил об этой истории, о том, как он попал мне в руки. И не скажу о подробностях дела, потому что это может затронуть заинтересованных лиц, которые еще живы или работают там. MC-161 – это объемный документ военного комитета НАТО. В его создании участвуют более 40 натовских комитетов. За ними все разведслужбы и контрразведка НАТО, от которых поступает информация. Внешне доклад представлял собой толстую кипу папок и содержал самую полную и свежую информацию о советских вооруженных силах, их мощи, дислокации, группировках, о ситуации на военных заводах, новых технологиях, прорывах в военной науке и даже о положении дел в Политбюро Коммунистической партии Советского Союза. Эти сведения ложились в основу военного планирования НАТО. Документ также содержал подробнейшие сведения и о группировках западных войск, и огромное количество подробностей о самом НАТО. Но, конечно, главным пользователем этой стратегической информации был Советский Союз, как основная страна соцлагеря. Поэтому самые важные сведения поступали по каналам разведки КГБ политическому и военному руководству СССР. Подарков в смысле передачи агентуры я не делал. Это иногда и вызывало, ну, некоторые споры или проблемы в взаимоотношениях. А что касается, что это больше был жест со стороны нашего министра по случаю определенных праздников, 1 мая, особенно 7 ноября или 8 мая в День Победы, передавать информации в виде подарков. Но это были не подачки, это были информации, которые так или иначе попали бы в Москву, потому что мы считали, что Советский Союз, как главная держава нашей системы, несет на себя самую большую тяжесть и военных расходов, расходов для безопасности наших стран. Поэтому мы уже отдавали информацию, особенно, конечно, ту, которая имела значение для безопасности и военной информации, и технику, военной технике, и политическую информацию, считая, что это наш долг. Иногда мы получали тоже отдачу из Москвы. Наступил 89-й год. А с ним и катастрофа для ГДР как государства, и, следовательно, для ее разведки. После объединения Германии Райнар Руб оказался в подвешенном и тяжелом моральном состоянии. Трудный момент для разведчика, не только центр которого, но и страна, которой он служил, прекратили существование. Однако он продолжал оставаться в Брюсселе. Но почти через 4 года, летом 93-го, Тапас был арестован. И до сих пор достоверно неизвестно, как его удалось раскрыть. Потому что, насколько я знаю, что архив «Стази», ну, как сейчас пишут американцы, вообще наши об этом ничего не сообщают. В общем-то, он был во многом захвачен американцами. Понимаете, когда вот ГДР была отдана Горбачевым практически бесплатно, абсолютно без всего, да, и варшавский пакт развалился, был распущен, то вот и тут агентура, конечно, что осталось, конечно. Американцы признали, что восточно-германская разведка с 4 тысячами сотрудников, включая аналитиков, уступая по численности ЦРУ с их 20 тысячами только офицеров, по своим успехам, в том числе по проникновению важные органы США превосходила западные спецслужбы. Но это признание уже не имело никакого значения для проигравших. Райнера Руппу приговорили всего лишь к 12 годам лишения свободы. Всего лишь, подчеркиваю, это достаточно мягкий приговор для того уровня ущерба, которого он нанес североатлантическому блоку. Но связано это с тем, что на шумном процессе Руппу удалось доказать, что за 20 лет своей эффективной работы он не взял ни одного фейнинга на свои собственные нужды. Все денежные средства, выделяемые разведкой ГДР, были потрачены только на представительские накладные расходы. Это было доказано строго документально. Горбачев, Ельцин, отдав ГДР Западной Германии, не побеспокоились о том, чтобы защитить наших коллег, наших товарищей. они в этих условиях вели себя достойно. Поздравляющая их часть. Я думаю, что наш долг заключается в том, чтобы в этих условиях сделать все возможное для оказания помощи тем нередским людям, которые в настоящее время осуждены, лишены минимальных условий для жизни, терпят страдания, лишения. После объединения Германии Вольф просил политического убежища в Вене и в Москве. Но в этом ему было отказано. Нам казалось, что Горбачев будет отстаивать хотя бы своих бывших друзей, политических друзей, политического руководства и сделает то же, чтобы это объединение не произошло как оккупация, как фактически потом это было. Но уже позже, вот я уже после объединения 3 октября 90-го года писал ему письмо, потом еще раз, будучи в Москве, писал письмо, описывал судьбу своих сотрудников, которые тогда подвергались преследованиям и напоминал о том, какие заслуги в свое время нам были приписаны для безопасности Советского Союза. А его тогда уже встречали в Западной Германии как большого друга, как лауреата Нобелевской премии мира. Я ему это напомнил, но ответа на эти письма не получил. Вольфу пришлось пережить раскрытие архивов разведслужбы, преследование себя и своих коллег, отказ принять его от тех, кто сначала был готов к этому и, наконец, впервые за десятилетия работы в разведке пройти через попытку вербовки американцами. Потом еще один из известных таких или израильских раввинов приглашал, а когда уже мы были в Вене и наводили справки, нет, еще до отъезда, непосредственно перед отъездом из Берлина, мне звонил этот раввин и говорит, к сожалению, мы не можем сохранить ваше приглашение, потому что сейчас условия у нас сложились такие, что вы не желанный гост. Представитель директора ЦРУ мне сделал вот эти предложения, что могли бы меня встретить, устроить дом в Калифорнии и так далее, и так далее. конечно, с соответствующими готовностью с моей стороны идти навстречу желаниям американцев, я понял, что это абсолютно для меня будет нереально. Однако, самым тяжелым моральным испытанием для Вольфа оказались три процесса по обвинению в государственной измене. В 93-м году Верховный суд земли Северный Рейн Вестфалия в Дюссельдорфе вынес свой приговор. Хотя я служил одному государству и не изменял тому государству, который меня судил, но такой странный суд происходил. Правда, приговор 6 лет тюрьмы позже был отменен в связи с решением Конституционного суда, который счел невозможным судить офицеров ГДР, разведки ГДР по законам Западной Германии. Но это не относилось к простым агентам, или иначе осведомителям даже такого уровня, как РУП, поскольку они не являлись кадровыми офицерами разведки иностранного государства, признанного ФРГ. Их просто считали предателями. В отличие от сотрудничества с блестящей и четко организованной ГДРовской разведкой, взаимодействие с разведками других социалистических стран в послевоенный период не всегда шло гладко. Иногда оно оборачивалось досадными потерями для Москвы. Особенно ощутимые провалы случались в 50-х годах. В 58-м году сотрудник польской разведки Галиневский имевший доступ к соответствующей информации узнает о наличии советских агентов в Великобритании. Инициативно выйдя на контакт с Центральным разведом управлением США он передает через них соответствующую информацию и английская служба МИ-5 в 61-м году арестовывает ряд советских разведчиков в частности Бена и супругов Кругеров значит что естественно явилось на тот период очень серьезным ударом по позициям советской разведки в мире. Урок из этой истории был извлечен. Уверенность полной надежности и прочности большинства наших классовых союзников постепенно вытеснялась внимательной настороженностью. Польская разведка до конца 80-х работала под строгим контролем КГБ. Но в отличие от восточных немцев и чехословаков на тайных акциях не специализировалась так как Лубянка не считала ее надежной. Все наиболее скандальные дела за рубежом службы безопасности а так называлась разведка Польши в 50-е и 80-е годы связаны в основном с силовыми акциями против эмигрантов включая своих перебежчиков и помогавших им иностранцев. Поляки также работали с разведкой КГБ на территории самой Польши в рамках операций по тайному физическому проникновению. Смешанные группы наших и польских специалистов проникали на объекты западных миссий для похищения важных документов. Иногда происходили эпизоды, которые напоминали интригующие сцены или кадры из динамичного детективного или разведывающего фильма. Часто практиковались так называемые тайны операции по проникновению и в частности после одной из таких операций спецбригада вернувшись на базу обнаружила у одного из сотрудников отсутствие некого специнструмента который использовался для проникновения. Шок был конечно фантастическим посвящавшись сотрудники решили не ставить в известность свое руководство и на следующую ночь повторили проникновение на спецобъект и изъяли забытый специнструмент который кстати располагался в сейфе в близи зоны особой безопасности того объекта на который эта группа проникала. Довольно мощными спецслужбами располагала коммунистическая Румыния при Николае Чаушеску. Однако после событий в Чехословакии 68-го года они работали автономно от КГБ и почти не делились с Москвой информацией. Румыны могли поддерживать неформальные контакты с израильским Моссадом и одновременно укрывать и готовить арабских боевиков организации освобождения Палестины. В специальном тренировочном лагере под Плаэшти палестинцы обучались подрывом нефтехранилищ. Во время заката социализма в Румынии в 89-м году фанатики спецслужб вели уличные бои в Бухаресте стреляли в толпу с крыш Невероятно но в последних боях спецслужбисты задействовали палестинских боевиков нелегалов Это происходило даже после ареста и расстрела румынского властителя и его жены В те дни толпа линчевала десятки арабов и сотрудников безопасности Несколько особняком в системе служб стран Варшавского договора стояла Румыния Эта страна имела тоже несколько серьезных и хорошо структурированных специальных служб одной из которых является ДИЕ служба внешней разведки Румынии подчеркну политической разведки Эта служба создавала самостоятельно резидентуру во многих странах в частности во Франции под руководством своего руководителя Карамена она завербовала ряд очень перспективных политиков в числе которых был такой человек как Шарль Орню в 81 году ставший министром обороны Французской Республики и бывший достаточно длительное время личным другом президентом и тираном но в отличие других стран союзников Румыния в меньшей степени делила со своими советскими коллегами получаемую информацию или делала это достаточно дозированно разведка Венгерской Народной Республики тоже не была силой первой линии тайных войн ее сотрудничество с КГБ резко сократилось после событий 56-го года подавления венгерского восстания началась чистка спецслужбы от кадров замешанных в нем а потом попытки восстановить утраченные позиции на Западе где венгерская разведка понесла большие потери из-за многочисленных предательств одно из ее самых шумных дел конца эпохи социализма связано со скандальной итальянской порнозвездой Чичолиной в конце 80-х она даже стала депутатом парламента страны как выяснилось позже многие годы она была агентом венгерской разведки знаменитая жрица любви Чичолина настоящее имя которой Илона Сталлер в свое время покинула свою родину и обосновалась в Италии но всю свою активную любовную политическую деятельность она посвящала венгерской республике пройдя в парламент от радикальной партии и будучи членом законодательной власти итальянской республики по профессии будучи всемирно известной жрицей любви и отстаивая законы свободной любви в обществе она переспала практически со всеми членами парламента мужского пола с большинством министров деятелей различных политических партий других стран со многими руководителями ответственными сотрудниками силовых ведомств таким образом через нее венгерская служба получала крайне важную информацию о всей законотворческой и политической деятельности итальянской республики а также тех стран которая состояла с италией в тех или иных политических взаимоотношениях чечелина таскала каштаны из огня для своих кукловодов почти 30 лет завербовали ее когда ей не было еще и 18 а от активных дел она отошла в 47 лет чечелина в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с секретными службами венгрии в 89 году когда пала берлинская стена в это же время начала распадаться еще одна мощная спецслужба восточной европы которую большинство знатоков дела считают следующей по эффективности после ведомства Маркуса Вольфа вот и известное дело конечно чешского разведчика Карла Котчера это нелегал который делал этого времена еще Энглтона внедрился в СРУ притом сам внедрился стал одним из лучших учеников Бжиринского вот и защитил там докторскую диссертацию кстати под руководством Бжиринского и довольно таки ввел успешную деятельность был выдан в итоге Калугиным его арестовали вот ну а и в дальнейшем обменяли на Шаранского Карл Кочер как это не удивительно попал в разведку благодаря своим диссидентским взглядам спецслужба и инакомыслие это совмещение немыслимое в Москве или Берлине оказалось возможным в старинном пражском особняке разведки на улице Тхакурова 6 так по-русски звучит фамилия Робин Драна Татагора там еще до времен социализма размещалась ложа вольных каменщиков масонов дело в том что в Чехословакии сталинскую модель социализма не принимало большинство населения а в разведке пропорция таких людей была предельно высокой он вообще в принципе был диссидентом и входил в круги Гавала был знаком лично с ним вот и поддерживал такие тесные отношения и был в общем завербован для внутренней работы чешской контрразведкой а потом постепенно он изменил свою точку зрения и он вернее пошел на вербовку для того чтобы просто бежать вообще как бы был еще послан за границу и там остаться но в процессе работы на территории Чехословакии у него мировоззрение поменялось теперь начиналось самое главное поиск способов проникновения и легализации в главной цитадели западного мира в Соединенных Штатах былое диссидентство сработало как входной билет а билетером выступил некий американец часто бывавший в Праге он был преподавателем одного из вузов в США профессором философии и агентом ЦРУ он искал людей оппозиционных правительств Чехословакии диссидентов которые занимали сравнительно прочные заметные позиции в обществе которых Соединенные Штаты могли бы использовать как собственных агентов я вышел на него и получил американскую визу он сообщил обо мне и моем желании мигрировать в ЦРУ подтвердились мои диссидентские взгляды и я даже получил от него поддержку в консульстве через два месяца после начала дела я был уже в США почти немедленно получил предложение о работе на радиостанции Свободная Европа однако от Кочера ждали большего получение должности связанной или хотя бы близкой к ЦРУ он пришел к заключению что лучший способ добиться этого для иммигранта из коммунистической страны научная деятельность и получение ученой степени причем желательно быстро в Соединенных Штатах Кочеру удалось поступить в элитный колумбийский университет позже там он умудрился заполучить в научные руководители Збигнева-Бжезинского он и сегодня остается одним из виднейших политиков Запада советолог по главной специальности Збигнев-Бжезинский тогда занимал должность помощника президента США по национальной безопасности я кстати не знал его раньше это была чистая случайность но мне удалось стать его лучшим студентом он предложил мне войти в его семинар впоследствии мы больше никогда не встречались в колумбийском университете кочер прослыл специалистам по советским проблемам так что дорога в ЦРУ была открыта однако на входе в Ленгли каждого кандидата ждало серьезнейшее испытание проверка на полиграфе или детекторе лжи в то время считалось что обмануть эту машину невозможно ему удалось обмануть знаменитый и достаточно сложный по тому времени полиграф который использовался при приеме и при периодических проверках всех сотрудников занимавших определенные функционально важные посты к слову сказать что таких людей в истории Соединенных Штатов насчитывается всего пять и к очереди является одним из этих пяти человек которые полностью обманули специалистов из управления внутренних расследований которые активно использовали полиграфию в качестве тестирующего метода отчасти это было везение когда задавали вопрос были ли у вас контакты со спецслужбами да ведь я сам говорил им о якобы попытках разведки Чехословакии выйти на меня что еще вы коммунист были ли членом компартии вы работали в разведке вот здесь приходилось врать я это делал надо сказать что еще на стадии подготовки к работе в разведке со мной работал специалист майор он как раз разрабатывал методику обмана полиграфа под его руководством было даже создано подобное устройство в работах ему помогал и бывший американский специалист бежавший в Чехословакии их то советы и помогли мне выдержать проверку например когда вас подвергают тестом надо сосредоточиться на чем-то приятном стараться выслушивать задаваемые вам вопросы поверхностно и еще ряд приемов я тренировался неоднократно на учебном полиграфе кстати нельзя в такие моменты думать о женщинах потому что мысли о них и о сексе выводят вас из равновешенного состояния даже если вы внешне спокойны новоиспеченный сотрудник ЦРУ сначала попал в службу которая занималась перехватом и анализом интересующих ее разговоров но главной целью Кочера была все же аналитическая служба ЦРУ туда стекалась информация со всего мира официально она называлась отделом политических исследований я мог бы получать еще более важные сведения если бы имел доступ в самые засекреченные подразделения ЦРУ аналитический отдел моя научная степень колумбийского университета давала в принципе возможность претендовать на работу в нем я прикладывал все силы для этого и наконец мне это удалось подобная служба была святая святых в штаб-квартире в Ленгри требовался еще один кодированный доступ в аналитическую службу ее работник практически имел доступ к документам ЦРУ без ограничений на новом месте работы Кочер получил доступ к совершенно секретным документам подготовленным для высших государственных лиц США начиная от конгрессменов и кончая обитателем Белого дома 14 лет работы в ЦРУ закончились для разведчика внезапно в конце 1984 его арестовали после предательства заместителя начальника чешской разведки который и выдал Кочера после ареста на него обрушилась пресса Американцы о нем много писали и грязи много там лили что вот он там в разных участках так сказать в моргиях там с женой там и так далее жена у него была красавица у нее был любим Гавил на коленях стоял перед ней как рассказывает Кочер ты такая Гавила красивая так сказать необыкновенная женщина вот но это все неправда это все компрометация конечно но супругам вскоре просто повезло Хана уже не была обвиняемой когда 11 февраля 86 Карила вместе с ней обменяли на советского диссидента Анатолия Щеранского вернувшись в Прагу Кочер столкнулся со странным равнодушием пока еще социалистических начальников а вскоре после бархатной революции жизнь Кочера на родине осложнилась еще больше когда я вернулся то не получил никакой компенсации я очень рассчитывал на зарплату за 20 лет работы но они ее мне не выплатили полагая что деньги на депозите в банке я спросил службу об этом но они отрицали что по этому поводу у нас было какое-либо соглашение вы знаете первопричиной такого отношения ко мне был тот факт что я был офицером разведки и получил назначение еще до пражской весны хотя ее руководство и было по взглядам либеральным они всех прежних выкидывали автоматически и меня тоже несмотря на то что я еще в свое время отказался свидетельствовать против Хватслава Гавила когда он числился у прежних властей диссидентом жестокая ирония истории для Кочера заключалась в том что система в которой он стал работать оказалась кузницей кадров для бархатной революции в Чехословакии почти все его коллеги под диссидентским посиделком стали министрами членами правительственного кабинета включая высших руководителей первых послесоветских лет новой Чехии второй тайный фронт прожил недолгую жизнь примерно 40 лет но она была необычайно насыщенной событиями для такого краткого мгновения истории не все из недавнего прошлого стало известно но ведь всего не дано знать никому не дано но ведь и не дано и не дано Субтитры создавал DimaTorzok